В физкультурно-оздоровительном комплексе стадиона «Локомотив» прошёл турнир по боча для детей-инвалидов в рамках проекта «Мегафон Боча Опен», который реализует фонд президентских грантов и компания «Мегафон». Этот проект начал работать год назад в пяти регионах России, где есть дома для детей с физическими недостатками. Это Московская, Ростовская, Пензенская, Орловская области и Республика Мордовия. Самая главная цель проекта – это помочь детям из детских домов попасть в семью. Мы хотим, чтобы с помощью спорта, занимаясь спортом, выезжая на соревнования, участвовать где-то, у них вероятность повысится попасть в семью, если они будут где-то ездить, кто-то их будет видеть, кто-то будет знать об их результатах. Надеемся, с помощью проекта, что хотя бы ещё несколько человек попадут в семьи и будут жить совсем другой жизнью. В соревнованиях по бочи приняли участие воспитанники дома-интерната на Подлипичье, а также гости из Москвы на Рафаминское Дмитровского района. Всего 15 участников. Все спортсмены были разбиты на три класса в зависимости от уровня физической активности, в том числе с тяжёлыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Таким деткам помогают играть обученные ассистенты. И шар они выкатывают, в отличие от других, по специальному жёлобу. Боча – это спортивная игра на точность, паралимпийский вид спорта. Он даёт возможность людям с тяжёлыми заболеваниями соревноваться и показывать результаты. Проект сейчас вышел на более высокую стадию. Если на первом этапе мы детям передавали спортивный инвентарь, обучали игре, то сейчас у нас ребята уже подготовленные, то есть они уже тренируются, они уже участвуют в соревнованиях. И мы проводим соревнования не только в детских домах, как было в прошлом году, а уже проводим соревнования в регионах. То есть мы их приглашаем на какие-то другие спортивные площадки, в другие города даже они выезжают, ездят друг к другу в гости регионами, между регионами. Победители и призёры соревнований определялись в трёх классах. Успешно выступили в разных классах воспитанники Дмитровского детского дома-интерната. Первое место занял Алексей Куликов, второе – Анастасия Новикова, третье – Филипп Батенин и Алексей Мелехов. Ребятам вручили памятные награды и спортивную форму.